День воскресный, день чудесный. А я спешу к вам с новым выпуском из реальной жизни, в котором я приготовил для вас очень интересную изюминку. И что это, вы сейчас даже не догадаетесь. Но дойдя до которой, вы будете удивлены. Заинтриговал? Сегодня речь у нас поет про вторичку. Мы отправимся в один уютный райончик Москвы. Сегодня мы не за МКАДом, не в частном доме, не на стройке. Сегодня мы там, где жизнь идет своим чередом. Мы познакомимся с интересной героиней выпуска, которая в этом районе проживает всю жизнь, но имела опыт пожить порядка четырех лет в новостроечке за МКАДом. С мужем и детьми. Что из этого вышло, она расскажет нам сама. Мы обязательно сходим к ней в гости, попьем кофе и послушаем ее невыдуманную жизненную историю, которая некоторых из вас без комментария не оставит. Сегодня у нас будет по-настоящему добрый, уютный и насыщенный выпуск. Приятного просмотра! Знакомьтесь, друзья, героиня нашего выпуска, прекрасная девушка Евгения. Мы находимся в прекрасном районе Раменки, недалеко от киностудии Мосфильм. У нас здесь достаточно зеленый район, много жилых домов, детские сады, школы, тихо относительно других районов. Магазины есть рядом. Внизу нашего дома, потом пойдем посмотрим, тоже есть магазины. Пятерочка и в принципе, в принципе, все. Но для того, чтобы именно как я рассматриваю, как мама с двумя детьми, мне удобно. То, что есть детские площадки, достаточно хорошо оборудованные. Рядом под боком две неплохие школы, детские сады. Ну, это я опять же, как мама, я говорю. В принципе, шаговой доступности в магазины три штуки. И единственное, что не хватает, я бы вот добавила в этот район, это вот побольше для детей, опять же, всяких секций, вот этих вот детских каких-то организаций досуговых. Потому что они в принципе есть, но то они закрываются, то они открываются. Поэтому вот этого не хватает. А так, в принципе, я всем доступна, потому что здесь даже доступность до метро Киевская кольцевая. Здесь ехать, наверное, у нас прям ходит от дома маршрутка. Кстати, это очень удобно. Наверное, минут 15, это и около метро Киевская кольцевая. На машине вылетная трасса Мосфильмовская, 20 минут, и мы на МКАДе. Вообще прекрасно. А пешком до метро есть возможность дойти? А, на метро? Нет. Это если я не спеша, если я никуда не тороплюсь. А так вот, если в основном на работе, потому что работаю я в центре, я на Таганке работаю, я езжу, я говорю, на маршрутке, потому что в центр машине неудобно, вот. И я 40 минут, и я на работе. Женя, расскажи, пожалуйста, как давно ты здесь живешь? Я здесь живу, считайте, с рождения. Потому что мой дед работал на киностудии Мосфильм. Им дали в соседнем доме квартиру двухкомнатную. Потом, когда мне было 3 года, они разменяли эту квартиру, и мы переехали в этот дом. Кстати, вот таких домов здесь на Мосфильме 3 штуки. Очень интересно. Поэтому мы из такого же дома, только из двухкомнатной квартиры, переехали в трехкомнатную квартиру. И в этом доме, получается, я живу с 3 лет. Вот. И так получилось, когда мы поженились, единственное, с мужем. Мы на некоторое время уехали за МКАД. Там пожили, я поняла, что мне там очень тяжело, и мы вернулись сюда обратно. Насколько я знаю, муж ваш жил в соседнем подъезде. Да, не совсем. Мы жили в одном подъезде. На разных этажах. Да, так получилось, потому что этот дом в начале 90-х, может быть, там, в 89-м, были это коммунальные квартиры. И разменивались люди, съезжались, разъезжались. Так получилось, что мы получили квартиру, разменялись, и они тоже самое. Ну вот, дружили, дружили. Получается, мы 6 лет друг друга знаем. И наша дружба переросла в крепкую дружбу. Можно сказать, 6 лет замужем, женатым. Ну, если можно так сказать. Вот. И да, мы практически всю жизнь друг друга знаем. И наша дружба переросла в брак с двумя детьми. Вот. Поэтому получается, что я в этом районе всю жизнь. Я ходила здесь в школу, в детский сад. И уезжать отсюда я не хочу категорически. А где вы жили за МКАДом? Куда вы переезжали? Мы переезжали. Град Московский, микрорайон такой есть, около Внукова. Вот. Мы там прожили почти 3,5 года. Все было здорово. Но доступность до города вообще никакой не было. То есть, если жить там и никуда не выезжайте. Более на тот момент у меня машины не было. Мне было очень тяжело. И когда появилась возможность вернуться обратно, мы вернулись обратно. Вернулись как к себе домой, как говорится, в родные пенаты. Да, да, да. Расскажите, пожалуйста, подробнее историю про то, как эта квартира стала вашей. Просто людям всегда интересно. Вот как вот так вот москвичам-то везет. То вы вроде жили в коммуналке, разменивались, переезжали. А сейчас раз, и оно получается уже полноценно ваше становится. Да, здесь, вот именно непосредственно в этой квартире, про которую мы говорим, жили свекор со свекровью. Вот. Они построили дом. Так получилось, при том, что они не собирались. Но в какой-то момент свекор сказал, что он хочет жить за городом. Свекровь его прекрасно поддержала большое. Ей спасибо, она молодец. Вот. Они построили дом. Уезжая за МКАД, я не думала, что я вернусь сюда обратно. Мы думали, что все, это наша квартира, та вот, которая за МКАДом. И когда они стали строить дом, я думаю, я предложила мужу. Я говорю, давай попробуем, потому что здесь хорошие детские сады, здесь хорошая школа. Здесь, в конце концов, то, что мне нужно вернуться, там, я не знаю, в метро, там, в магазины. Мы подумали-подумали, сделали такое предложение, они сказали, конечно, мы отдадим квартиру только вам. Живите здесь, не будем ее не сдавать, ничего. И мы въехали, сделали ремонт и въехали в эту квартиру. То есть, как бы... Получается, вы ее оформляете на себя, но они с вас там денег, ничего не просили. То есть, они как бы, ну, как родственники передают родственникам. Да, 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 да. Свекровь сказала, я хочу, чтобы здесь росли мои внуки. О-оу. А вот здесь начинается интересная жизненная история. Какой группе лиц отнесетесь вы? Те, кто скажут, ну, понятно, родственники подарили. Или те, кто порадуются и скажут, ну, это же ваши родители, в частности, родители мужа, внукам. Это только начало, ребята. Давайте вам еще немножко продолжения. А расскажите, то, что вы говорите, переезжали за МКАД. Это, получается, вы там снимали жилье или что это было? Нет, там у нас есть трехкомнатная квартира. Это мужу подарили как бы на свадьбу. Вот, бабушка с дедушкой, они на накопление свои. На тот момент это было очень давно. И мы когда поженились, мы переехали туда. А сейчас этой квартирой что? Там живет моя сестра. Короче, ваша недвижимость? Да, да, конечно. Ого, бабушка с дедушкой квартиру подарили в новостройке. На тот момент она стоила 4,5 миллиона рублей. Это тоже трехкомнатная квартира без отделки. Ремонт ребята делали уже за свой счет. Но то, что вас ждет дальше, ну, кого-то это приятно удивит, а кого-то это будет возмущать. При этом давайте так, чтобы люди не подумали, что а, ну все понятно, вам тут квартиры дарят, одну подарили, замка дам трешку. Трешка тоже, да, была? Да. Трешка в Москве, в хорошем районе. Ну, я бы даже сказал, очень хорошем. Да. Но при этом муж сейчас на работе? На работе. Как муж занимается? Муж работает в строительной компании, в строительной организационной компании. И вы работаете? Я преподаю в театральном институте. Ага, то есть у вас такая творческая деятельность? Да, ну я сама закончила театральный институт. А что преподаете? Я в ГИТИСе преподаю у студентов материал ледения, потому что я по профессии художник по костюму. Ага. То есть это, если что, я могу к вам записаться на частные тренировки, меня можете поддотаскать в каком-то вопросе, чтобы я в следующих сюжетах выходил как пьеро в кадр. Без проблем. Какой-то мы с вами подходим дома, ну, имитируем ситуацию, что мы там, не знаю, позанимались спортом или запарковались, выходим из автомобиля и идем домой. Сколько у вас всего подъезда в доме? Шесть. Шесть. Ну и, собственно, вот она такая хаотичная парковочка в силу того, что дом с советских времен, постройка сделана так, что ты выходишь из подъезда и сразу попадаешь на улицу. Вот с детьми не страшно? Вы знаете, иногда... Отправишь дверь и сразу опа. Да, иногда бывает, потому что здесь ездит, потому что двор проездной, и многие не хотят ездить по Пырьево, прыгать через лежаки. Есть лихачи, которые ездят быстро. Но поскольку мы люди уже наученные, я всегда детей держу за руку. А вот это рассыпается? Нет, это не рассыпается. В нашем доме товар просыпается сразу, нет? В нашем доме есть магазин, и они сносят старую лестницу и будут делать новую, вот по подобию нашего подъезда. Короче, подъезд себе, чтобы выгружать товары. Нет, выгружать товары им здесь нельзя во дворе категорически. Мы собирали подписи, все жильцы дома выступили против, потому что по утрам нельзя было вообще из двора выехать. Поэтому они разгружаются там, на улице. А здесь, ну, я не знаю, может быть, когда кто-то проходит, приходит туда, не знаю, они говорят, что будут делать вот такую лестницу. Короче, возможно, как черный вход для сотрудников, ну, что-то типа того. Ну, да, наверное, скорее всего. В целом, вообще, соседи как в доме? Я, честно скажу, со всеми соседями в подъезде дружу. Знаете, да, все? Да. Ага. Здрасте. Какая-то чайник. Так, ну что, заходим в подъезд, и сразу первым делом тепло, да, у нас становится. Так, ну, понятное дело, что лифтик такой старенький, но он со времен, да, постройки дома? Нет, его меняли буквально. А, его уже меняли, но изначально он был, правильно, при строительстве? Был еще, который вот так вот закрывался. Мыши, крысы, тараканы, клопы, байка. Ничего, вообще, на удивление, при том, что в этих квартирах мусоропровод в квартире. И действующий? Нет, не действующий. Тоже заварили уже? Да. То есть мусор вы выносите хоть на улицу? Да, только. Но, тем не менее, тараканов нет вообще, ни мышей, ни крыс. Я не видела, я видела, наверное, только один раз за всю свою жизнь, внизу на первом этаже. И то, когда вот магазины, ну, когда грязюка была, вообще ни клопов, никого, слава богу. Алкоголик Васька с соседнего подъезда лежит, спит, не дает пройти, пугает детей. Нет, 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 боже упаси, нет. Курящие люди, я вот так выхожу, я сам не курю, поэтому я прям чувствую, ну, на вашем этаже и при входе не воняет сигареты. У нас очень бдительные соседи, если кто-то выходит, сразу у нас есть домовой чат, пишется все это в чат, товарищи жильцы, давайте не будем курить, потому что многим тянет в квартиру запах. Да, это бывает, но это бывает так редко, что как бы... То есть, в целом, люди реально не выходят в подъезд. Пониманием, ну, конечно. Потому что очень многих здесь дети, и прям именно просят, что дети, и вот... Слушайте, ну, расскажите, пожалуйста, получается, раньше это были коммунальные квартиры, то есть, заходишь, и там кто-то снимает комнату, кухня была общая, туалет тоже общий. Да. И вы в такое время пожили? Нет, мы уже въехали, когда коммуналку расселили, да. Ну, в целом, вот этот дом, помните, из трех лет, получается? Много чего здесь вообще изменилось? Или вот то, что мы сейчас, допустим, стоим, по факту все то же самое, может, только стены покрасили, да, наверное? Мы делали типа капитального ремонта, в подъезде красили стены, вот здесь плитка я делали и лифт поменяли, все. Ну, окна у вас тоже новые. Да, окна поменяли, да. А какого дома вообще года? 57-го или 58-го. Слушай, друзья, ну, делайте выводы сами, 57-го года дом, ну, он довольно-таки свежо выглядит на самом деле. Да. Понятное дело, что это там не только по-современному отстраивают, но с другой стороны, мне кажется, местами даже поинтереснее как-то сделано, чем современный. Ну что, пойдемте к вам в гости. Итак, друзья, мы заходим в гости. Трехкомнатная квартира с балконом, площадь 86 квадратных метров. Здесь, поверьте мне, есть на что посмотреть. Знакомимся. Ну, давайте от первого лица заходим. Большая прихожая, собственно, куда вы можете сразу повесить все свои вещи. Обращаю ваше внимание, что у ребят двое детей, девочке 7 лет, сыну 11 лет, как бы посмотрите, должны понимать, да, что вещей в квартире полно. Ну, первым делом, что нас встречает, внимание, гостиная, а не зал. Благодаря Евгении я узнал, чем отличается зал от гостиной. В зале должны быть колонны, а у нас гостиная, потому что колонн нет. Вот. Век живи, век учись. Казалось бы, любому из вас понятно, зал, гостиная, речь идет про большую комнату в квартире, но нет, частенько вы мне об этом пишите. Дмитрий, неправильно, ты говоришь зал, надо говорить гостиная. Я решил даже загуглить, смотрите, что пишут. В чем разница между залом и гостиной? А разницы практически нет, разница только лишь в происхождении. Читаем дальше. Почему комната в квартире называется зал? От немецкого слова. Давайте еще почитаем. Вот такие есть определения. Ключевое. Я думаю, нам понятно, что зал это кремлевский зал. В кремлевском зале прошло награждение. В гостиной вашей квартиры вы встретили ваших родственников и провели чайпитие. Продолжаем. Это одна из моих любимых комнат, потому что я здесь могу провести время и отдохнуть от шумной своей семьи. Здесь гостиная. Когда приезжают многочисленные родственники, они у нас здесь отдыхают на диване. Это было одно из условий, чтобы делать в этой квартире гостиную. И, конечно, большая полка для наших, я не знаю, для коллекции, потому что муж, у него своя коллекция, у меня своя коллекция. А вот расскажи, пожалуйста, что это за увлечение? Понятно, что я лично вижу. Черепашки-ниндзя, так подожди, это, наверное, сына? Нет, это муж. А, это круто. Да. А куклы, это дочери? Нет, это мои. А это твои, все, класс. Это мои, при том, что когда у меня мелкая дочь, значит, лезет к куклам, я ее яростно не подпускаю к ним. Потому что один раз я пришла, у моей куклы были разлохмаченные волосы, и она на них пока только смотрит. Ну, я ей даю иногда в руки посмотреть, она к ним очень бережно относится. Да, это моя коллекция. Я не переросла, видимо, в тот момент. Я не перестаю увлекаться куклами. Именно определенного года выпуска. Вот. Ну, есть возможность, я собираю. И когда мы делали здесь ремонт, в этой квартире, было условие, что нам нужна какая-то полка по ДТО, чтобы наши коллекции разместить. Потому что они красивые, в ящиках они лежат, ну, жалко. Поэтому вот с подсветкой мы эту полку сделали. Это прям моя любовь, вот правда. Далее. У вас есть замечательная возможность прослушивать пластинки. Слушаете музыку? Конечно, здесь Элвис Пресли и Майкл Джексон, мой любимый. Да, обязательно. Акустика потрясающая, потому что колонки червен в эго. Муж их отдавал на реконструкцию. Звук просто, ну, с чем-то вообще. Изумительный. Изумительный, да, звук. PlayStation. Да. Сначала подумал то, что играет сын, но оказывается играет вся семья. То есть, есть у вас увлечение, вы играете в различные видеоигры. В различные видеоигры. И сейчас дальше пойдем, еще увидите маленький такой нюансик. Мы еще коллекционируем лего. Здорово. Значит, возможно, вы слышите, что кто-то шкребется. Товарищ, как думаете, как зовут? Вася. Вот, отличное русское имя. Василий. Василий Васильевич. Классный парень, да, Василий Васильевич. У него, смотрите, висит специально там колокольчик, потому что очень тихо ходит. И чтобы его не потерять, ребята повесили на него колокольчик, чтобы всегда знать, что он где-то здесь в комнате. Слушай, вон там какие-то картины стоят старинные. Что там на них? Там работа моего деда. Я все еще никак их повесить не могу. А, то есть, короче, подбираете пока место. Рамки. Их надо переодеть, потому что рамки тяжелые. Дед делал сам. И они уже растрескались, потому что деревянные. Невозможно не заметить. Самокаты. Да. Это моя отрада. Катаетесь? Катаемся мы, да. Я очень люблю электросамокаты. И у нас у всех четверых есть. Слава богу, позволяет наш район ездить абсолютно спокойно в парковые зоны. И это прямо у нас такая вот, потому что мы любим путешествовать. Но пока сейчас путешествия сократились, и мы вот катаемся на электросамокатах. Ремонту нашему полтора года. А, свеженький. Да. Так, значит, заходим. Далее, смотрите, планировка вообще дома, как устроенные квартиры, что длинный такой коридор. Но вы понимаете, что раньше это были комнаты когда-то изначально под коммуналку. Здесь общее пространство. В силу того, что большая прихожая, шкафы встроенные, где, собственно, сейчас у вас идет хранение вещей. Мини-гардеробные. Света, друзья, достаточно. Большие зеркала, то есть, можете посмотреть. Есть чем глазу зацепиться. То есть, таким образом, мы заходим к вам с мужем в спальню. Спальня, ну, вы посмотрите, по мне просто шикарная с точки зрения простора. Она большая. Из спальни есть выход на балкон. Лежак Васи. Вася приходит сюда подсыпать. При этом же здесь находится дополнительный встроенный шкаф. То есть, видно, что семья у вас активная с точки зрения того, что вещей у вас полно. Подкупаете, раскладываете. В том числе, всякие вещи, которые вы успели урвать из Икеи. Да, это именно по языке. Она была что-то дико популярной. Не знаю почему, но все ее хотели. Она до сих пор популярная. Но она, кстати, удобная. Я, когда ложусь, я ее и под голову, и обнимаю. Она очень удобная. А, то есть, это не просто игрушка, это подушка. Да, она вам вся уже такая измятая. Это, если я не ошибаюсь, Dyson, правильно? Да. Это освежитель, увлажнитель. Это и увлажнитель, это и мини-кондиционер и очиститель воздуха с помощью воды. Ну и, конечно, такая еще фишечка. Это здоровый телевизор по ощущениям дюймов 75. Да. Муж фанат телевизора Ютьюба. То есть, отсюда придет просмотр Дня Воскресного? Да, да. Вот мы саундбар купили специально. Улучшение всего, улучшение. Пойдемте дальше. Пойдемте в гости к детям. Да. Потому что там у них тоже прикольная комната и, самое главное, интересная история. Значит, друзья, пока мы перемещаемся, я, знаете, вот всегда, когда хожу по квартирам, вот здесь, вот, например, в данной квартире, вот, в силу того, что ребята здесь, в принципе, давно живут, она чувствуется живой. Вот, опять же, дети. Вот, иногда вы отмечаете сами комментарии, что, Дим, вот ты, например, показываешь свою квартиру, у тебя там все разложено так, что как будто бы жизни нет, она такая пустая. Здесь, вот, как мне кажется, то есть, она прямо вот живая, вот, в прямом смысле этого слова. Аквариум с рыбками, пожалуйста, захочешь, разделена на две части комнаты. То есть, здесь пространство сына, дальше идет пространство дочери. Они здесь периодически играются, споры происходят. То есть, как Женя рассказала, что, да, бывает, там, дочь или сын пытаются, там, между собой драться за пространство, но, тем не менее, потом играют все вместе. То есть, смотрите, да, вот, движуха, игрушки, но вот в этом плане, вот, какая-то такая своя атмосфера есть, такая живая. Да, 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 нам все отмечают, все, кто в гости приходят, очень много личных вещей, я их никуда не прячу, с большим удовольствием, люблю фотографии. Поэтому, да, у нас очень дом живой. И я за то, чтобы, отчасти, почему у меня было решение, чтобы не разделять детей пока, потому что они очень достаточно дружны, и если разделить, им будет грустно. Они все равно, я думаю, ходили друг к другу в комнату играть. Пока есть возможность, я очень рада, что они существуют на одной территории, но при этом, при всем, спальные места у них зонированы. Не, ну, сплотить, конечно, зато потом в дальнейшем в жизни они всегда до конца дней своих брат и сестра. Ну, конечно, чтобы они дружили. Ну, это круто, конечно. Для меня это очень важно, потому что я со своей сестрой очень дружна, и я хочу, чтобы мои дети тоже дружили. Отмечу следующее, что в силу того, что комната, в принципе, большая, очень круто, конечно, смотрится то, что подсветки-то эти есть, то есть, конечно, как бы делают комнату светлее. Да, конечно. То есть, когда весь свет включаешь, ты приходишь, глаза не ломаешь абсолютно. Бывает так, что люди повесят одну люстру, и все, и как бы темновато, а здесь вот так. Поэтому смотреть, в принципе, пространства вообще много. Также есть и кондиционер на летний период, что там перед сном можно освежить комнату, завалиться спать, окна выходят на улицу, но при этом, как бы вот мы днем ходим, на самом деле еще не так шумно. То есть, машины ездят, но нет вот этого постоянного белого фона, этого шума. При том, что до ремонта здесь была наша спальня. Так, ну что, пойдем дальше в постирочную, помывочную, туалет, покажи. Как вы сделали, у вас получается санузел объединен. Здесь, соответственно, у вас идет, как положено, и стиральная машинка, и сушилка сразу. Потому что в этом плане это очень удобно. Унитаз, ну и душевая. То есть, смотри, вот, например, ванны нету самой. Что скажешь? Сейчас скажете, как это без детей? Абсолютно, она нам не нужна. Да, даже когда были маленькие дети, я обходила с маленькой ванночкой. Вот, не знаю, вообще не нужна была с самого начала. И когда разрабатывался дизайн-проект, условие было, что ванну мы убираем и делаем душевую кабину. Но у нас никто в ванне не так вот, чтобы ложиться, с пеной, никто, нет. Я лучше простою час под душем, вот правда, и дети, у меня сын здесь даже поет, мне приходится его выгонять. Ну вот, вот, правда. Значит, творческая семья, сын должен петь. Поет, и мы с мужем, когда умоется, лежим просто такие. Вот. Подожди, подожди, Жень, сейчас мама расскажет, а потом посмотрят, одноклассник скажет, а, поешь ты знаешь у нас? Ну так это же хорошо. Ну будут просить, пусть поет. Что хоть поет, какие песни? Не знаю, какие-то у них свои, это очень смешно, но он молодец. Вот, поэтому ванна нам не нужна, это было осознанное решение на то, чтобы делать душевую кабину. А потом, все-таки, я за, как мы выяснили в процессе ремонта, что стиль ремонта у нас скандинавский, без ручек, если вот можно посмотреть, да, у нас нет нигде ручек, все на типонах. И вот как-то душевая кабина, она, как сказать, ну стильно, что ли, я не знаю, выглядит. Нет, ну в целом, как бы, квартира интересная, как бы, светлая, вот это даже оттенок плитки, как у нас, зумрудный, как это правильно, цветный? Бирюзовый, да, условия были, что я хочу эти соты, вот, и дизайнер нам воплотил мои просьбы в жизнь. Но опять же, это не было того, что я упиралась, вот хочу и все, нет, ни в коем случае, то есть все в этой квартире мы очень долго продумывали, мы продумывали розетки, потому что мы знали, что эта квартира будет для нас. То есть вот отсутствие ванны, да, совмещенный санузел, я не знаю, я, например, до этого у меня не было сушильной машинки, муж настоял, я так ему благодарна. Классная вещь. Просто потрясающая. Я вот эту вот штуку, на которой сушится белье, я ее, ну, не выкинула, я ее убрала, я ее не достаю, на всякий случай она у меня, конечно, есть. То есть все вот эти выключатели, которых здесь не было, вот здесь света, по-моему, тоже не было, все сделано, вот, как сказать, с просьбой, пожалуйста, сделайте, потому что это будет очень удобно. Слушай, ну и в силу того, что высокие потолки, у вас достаточное количество мест для хранения, вот как это, антресоль, если я ошибаюсь. Да, мы оставили, это еще, то есть мы, здесь было, когда коммуналка была, антресоль была. Она прямо во всю глубину идет? Да, вот это вот все, мы разрушили и делали. А как оттуда доставать вещи, вот она же длинная. У меня есть лестница. Есть штука какая-то специальная. Да, то есть здесь хранятся вещи такие, которые нужны один раз в год. Ёлка там хранится, я там занимаюсь мыловарением, там мое мыло, какие-то там вот для работы, у меня дела, которые мне каждый день не нужны. Поставил лестницу, залез, идеально все, вытащил, вообще никаких проблем. Пойдем на твое командное место, командный пункт, назовем его так. Это кухня. Да. И кухня, я бы так сказал, довольно-таки милая и уютная. То есть вот это вот аквариум, который так слегка журчит. Это аквариум лужа. Отлично присесть, налить кофейку, включить что-нибудь, посмотреть, ну так сказать, отдохнуть. Конечно. Ужинаете вы здесь всегда? Мы здесь и ужинаем, и завтракаем, и обедаем. Места хватает всем? Абсолютно. Мы думали, что нам не будет хватать места, потому что до этого у нас был стол, он стоял так же, но у нас было три стула. И получается, что дети ели отдельно, мы их отправляли и с мужем садились потом. И когда мы делали дизайн-проект и уже знали, что у нас будет вот этот стол с механизмом, который просто двигаешь его, и он удлиняется. И вот эти стулья, мы думали, что не поместятся, не хватит места. Но удивление, нам хватает места здесь всем. Муж сидит здесь, я тут, здесь дети. Прекрасно. Если нужно посмотреть телевизор, мы уходим, они садятся, включают телек себе. И в тот же момент, знаешь, что мне кажется? Вот такие кухни, когда небольшие, с одной стороны, кто-то скажет, типа, ну, не совсем удобно, а мне кажется, наоборот, удобнее готовить. Когда у тебя раковина, справа у тебя газовая плита, ну, и здесь, собственно, разделочный пространство. Мне удобно. Тут уже пусть каждый решает сам, но в целом, смотрите, друзья, в общем, кухня такая-то большая. То есть, с точки зрения вещей хранит все полно. Мне удобно, мне хватает, я довольна всем, я уже привыкла. То есть, получается, что нет такого, что я задумываюсь куда-то. Притом, не было с самого начала. То есть, я знаю, где у меня все лежит. Открываешь, нажимаешь. Там, опять же, хранятся вещи, которые не каждый день мне нужны. Здесь там посуда, все такое, такая утро кухонная. Прекрасно, мои цветы любимые. Ну, и, короче, друзья, обратите внимание еще на вид из окна. То есть, ты подходишь, и у тебя перед домом деревья растут, парковочная зона, площадка баскетбольная, игровая зона. Есть, конечно, высотки, вот они там с правой стороны строятся. Но вот эти высотки, на самом деле, как раз там вот, что называется, бизнес-класс, про который говорят. Потому что здесь очень близко, у вас не станция метро, а Московский государственный университет Ломоносово. Да. Соответственно, если дети поступят, вообще пешком будут ходить. Прекрасно. У нас многие мои друзья, которые закончили МГУ, я говорю, а как вы ездили? Ну, а как на троллейбусе или на автобусе садились, замечательно доезжали. Конечно, очень удобно. В самом начале я вам сказал, что в выпуске вас ждет изюминка. Где же она? А она уже совсем рядом. Дождитесь ее. Она вас действительно удивит. Знаете, очень часто в комментариях всплывают споры, что же лучше, вторичка или первичка. Вот вторичка, старые проперженные дома, которые уже и внешний вид не тот, и подъезд не тот, и все там не такое. А новый дом, он совсем другой, он лучше. Но, как правило, новостроечки стоят других денег. Особенно, когда их называют бизнес-классом. Бизнес-класс бизнес-классу рознь. Сегодня я сделаю вам даже отдельную зарисовку. Покажу объекты, которые, мне кажется, действительно стоят считать бизнес-классом. Вы выскажите ваше мнение в комментариях. Короче, маленькая зарисовка с улицы и идем смотреть изюминку. Жень, я знаю, что ты с супругом смотришь наши воскресные выпуски. Мы показываем новостройки за МКАДом, внутри МКАДа, вторичку. Вот давай поговорим об этом. Вот дом ваш старенький. Но при этом вы здесь с удовольствием живете. И мысли у вас продать квартиру, переехать куда-либо нет. Вот объясни, почему вы с супругом выбираете вторичку, а не первичку, не бизнес-класса, не комфорт-класса и прочее, прочее, прочее. Объясню. Я человек такой, что я очень ценю свой домашний комфорт. Для меня самое главное – это тишина в доме. Днем – ну, хорошо, ладно, но ночью – это обязательно. Тем более двое детей. Это первый фактор, потому что стены именно в таких домах достаточно толстые. И слышимость, ну, не то, что минимальная, ее практически нет. То есть я могу слышать, как соседи топают, но это совершенно не будет меня. Это совершенно меня как-то не раздражает. Я на это не обращаю внимания. Второй фактор – это то, что зимой очень тепло. Даже при наличии старых окон, деревянных, которые были вот в этих домах, было очень тепло. То есть стены держат замечательно. Высокие потолки, потому что высота потолков, по-моему, 3,10. Ну, вот мы сейчас сделали ремонт, у нас немного подопустилось, но, тем не менее, это не давит никак. То есть ты не входишь в квартиру, как я вот у многих друзей приходила, и сразу хочется пригнуться. Нет, такого нет. И все-таки относительно площадь квартиры – это та, которая… не задыхаешься в ней. То есть мне это нравится. Даже двухкомнатные квартиры в этом доме, они достаточно просторные. Большие кухни, что немаловажно, как для хозяйки. Это обязательно. Вот. И возможность, в принципе, если делать ремонт, возможность как-то поиграть с планировкой, с дизайном. Вот. Это главные, наверное, факторы, все-таки факты того, что… Детям сколько лет? Детям старшим 11, младший. Вот будет в декабре 7. Сейчас покажите. Ну, вот в детский сад, когда вы их водили, сколько от подъезда до детского сада по времени идти? До детского сада, наверное, минут 7, не больше. Пешком. А сейчас они входят в школу уже. В школу. Вот до школы сколько? Немного, чуть-чуть подальше. Получается, я выхожу за минут 15, но доходим мы, по факту, за минут 10. Не спеша через парковую зону, на минуточку, через сету, здесь облагородили все. То есть мы не торопимся, мы никуда не бежим, не летим, быстрее, быстрее. Очень удобно, замечательно. А когда детей в детский сад отдавали, в школу, каких-то проблем там с очередями, что постойте, подождите, ничего нет. Вот это, кстати, тоже отличие старых районов. То, что никаких проблем в очередь ни в школу, ни в сад вообще не было. С точки зрения жизни, смотрите, очень часто люди, когда уезжают в новострой, они отмечают, что им не нравится вот эта история. За вашей спиной пенсионеры, дедушки, бабушки, это называется активное долголетие. На самом деле программа крутая, что пенсионерам дают возможность выйти, собраться, пообщаться. Да, моя мама этим пользуется. Круто. Но с другой стороны, кто-то из молодых скажет, пенсионеры, это не круто. Не знаю, я абсолютно противоположному мнению. Мне это нравится очень. У меня балкон выходит как раз на эту площадку, и я даже с большим удовольствием смотрю, что они делают. Поэтому вообще никаких проблем нет. Мне очень нравится. Очень, вот правда нравится. Это лучше, если какая-то будет молодежь, или шум какой-то будет, или стройка. Нет, нет, нет. Но при этом у вас в районе ничего здесь не строится поблизости. Поблизости нет. То есть так, чтобы мешало именно нашему маленькому этому квадратику, абсолютно нет. Тишина. Ну и, конечно же, в каждом выпуске я стараюсь подобрать какую-то изюминку. И эта изюминка здесь вас, что называется, удивит. Она находится буквально через стену. Пойдем покажем, что у вас здесь готовится. Пойдем. Вот, друзья, прямо сейчас будет происходить, знаете, мечта многих, когда ты такой думаешь, эх, трешечка, хорошо, дети растут. А вот вы еще дополнительное пространство чувствуете, как я запел. Что же сейчас интересно будет? Сейчас вот мы с вами узнаем. Открываешь вот так вот дверь. Вот здесь общее пространство, которое когда-то, да, было общим. Теперь это пространство ваше. Я вот честно скажу, я человек вообще позитивный, и я за вас могу только лишь порадоваться. Давай, открывай дверь. Вот эта квартира соседская, когда-то была соседская, а теперь она, ребят, вот видите, двери мешаются. Ну, скоро можно, не знаю, объединить каким-то путем, но об этом мы еще поговорим. Значит, мы заходим в двухкомнатную квартиру. Сколько у нее площадь? 56. 56 квадратных метров, которую ребята купили. Да. По цене 17 миллионов рублей в мае 2023 года. Историю покупки мы обсудим чуть позже, но что интересно в этой квартире? Посмотрите сами, кто строители и так далее, как она была сделана. То есть сейчас все эти стены ободраны, а ребята как бы приступают к ремонту. Ну вот, то есть первозданный вид это кирпич, кирпич, перегородки, как это было сделано. Соответственно, по этой квартире у вас своеобразный план, о котором мы с тобой поговорим чуть-чуть позже. Комната, в принципе, большая, это первая. Далее мы заходим, здесь вторая комната. Вот так она выглядит. Посмотрите, то есть уже, в принципе, подготовительный этап работ пошел. Уже чисто, скажем так. Носительно, да. Здесь, да, ну, прихожая плюс санузел, ну, ванна отдельно находится. Раз. Далее унитаз, да, отдельно, там с окошком, все как положено. И кухня. Кухня в данном ключе небольшая, поменьше. То есть в трехкомнатных квартирах она, видимо, была привязана к общей жилой площади, поэтому была больше. Тоже своя особенность домов таких. Это раньше был здесь мусоропровод на кухне, он сейчас, естественно, заварен и давно, в принципе, заварен. О-оу, это что, еще одна квартира, что ли? Я Жене сразу сказал, что, Жень, будут комментарии, которые скажут, да на каком вообще основании, в общем, негативные, не буду размазывать кашу по тарелке. Она говорит, а мне все равно, это наша жизнь, мы живем. И я хочу от себя лишь добавить, что не нужно судить людей, которых вы даже не знаете, какие отношения у них внутри семьи. Об этом мы еще поговорим, я постараюсь раскрыть эту картину по полной программе. Но давайте начнем о хорошем. 86 квадратов трехкомнатной квартиры, 56 квадратов двухкомнатной квартиры, плюс вот этот небольшой предбанечек, балкон. Итого квартира, получается, станет 145 квадратов. Они сейчас рисуют пока проект для того, чтобы пойти правильным путем, друзья, правильным путем сначала подать все документы на возможность сделать перепланировку. И то, что им разрешит, может, жилая инспекция, уже это они узаконив, будут воплощать в жизнь. Но выглядит картина просто шикарно. Вот в моем понимании, вот это бизнес-класс, который у тебя внутри дома, внутри твоей квартиры сделан. Вот смотрите, заходим в эту двухкомнатную квартиру, которую они переделают. Под что? Первое. Женя очень сильно мечтает о том, чтобы была отдельная комната, как гардеробная. Вот с правой стороны дизайнер им ее и нарисовал. Налево еще там немножко шкафчиков. Они сделают дополнительно, естественно, санузел, также объединенный. Будет вторая кухня, чтобы не бегать из одной, скажем так, квартиры в другую. А все остальное пространство они хотят объединить. И у них будет большой стол в гостиной, куда сможет прийти вся их большая семья. Бабушки, дедушки, родители, сестры, друзья все регулярно в гости приходят. И они зачастую вот как раз в этой трехкомнатной квартире и собираются. Ну, либо отправляются к ним. Это со слов Евгения. А тут будет одно общее большое пространство. Также отдельно диван, большой телевизор, где можно завалиться и провести время, как нравится. Поиграть там в PlayStation, посмотреть фильм с хорошим звуком, сделать там дополнительную шумоизоляцию. И тут уже можно мечтать, 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 потому что я сам вхожу в раж. И при этом ту гостиную, которая есть у них сейчас, они планируют переделать, отдать одному ребенку. Таким образом, у каждого из детей по своей комнате. У них есть отдельно своя спальня. И квартира становится просто, мне кажется, мега удобной, мега комфортной и очень большой. Что вы скажете по этому поводу? Хотите еще одну затравочку? Мы упустили лишь в момент, что Женя-то сама с этого же дома. Этажом ниже, если я не ошибаюсь, двухкомнатная квартира, где она, собственно, жила, где сейчас проживает ее мама. Они даже меж собой смеялись, когда покупали эту квартиру, мол, надо как-то пробуриться, чтобы мы могли соединиться. Чья машина? Моя машина. Значит, показываю вам маленькую тайну, которая расположена на заднем крыле, о которой ранее не говорил. Видите, что это? Это скол. И ему уже три года. Три года. Друзья, когда вы захотите купить себе автомобиль с пробегом или новый, какая ситуация может быть? Вы приезжаете, вам идут, говорят, ой, вот скол, единственный косяк. При этом, вот эта бочина, например, вся крашена. Может такое быть? Запросто. И для того, чтобы вам не ездили по ушам, рассказывая, как все идеально, сосредоточивая ваше внимание на какую-то милипуську, у вас в кармане должен быть, как вы думаете, кто? Кто догадался, тому ставлю лайк. От компании CarSys. Профессиональный толщиномер, на который распространяется пожизненная гарантия, что говорит о том, что производитель уверен в своем продукте. Так еще, производитель, это наши ребята. И производство расположено в городе Омск. Прибор, что называется, работает из коробки. И благодаря нему вы можете узнать, вообще оцинкован кузов автомобиля или нет. Он показывает магнитную шпаклевку. Это реально профессиональный прибор, у которого есть свои жирные плюсы. И именно поэтому ваше внимание нужно обратить на него. Увлекательное занятие посмотреть толщину лакокрасочного покрытия автомобиля. 115 микрон. Все в идеале. За этот автомобиль, что называется, я могу ручаться. И прибор покажет, что Дима не врет. Прибор не обманешь. Про этот прибор я вам уже неоднократно рассказывал. И все те, кто занимаются поиском автомобиля или хотят себе купить как новый автомобиль, так и автомобиль с пробегом. В первую очередь покупка начинается именно с этого прибора, который даст вам возможность проверить машину и все гарантии, что этот автомобиль чист. Без лишних слов. Переходим по ссылочке в описании. Заказываем себе этот прибор с доставкой на дом. Тестируем и пользуемся в удовольствии. А кто-то, вполне возможно, на нем даже и заработает. Все подробности ждут вас по ссылочке в описании. А мы продолжаем. Так, друзья, самый приятный момент для меня – попить кофейку, посидеть, пообщаться на кухне о жизни. Жень, ну расскажи, смотри, проживали вы за МКАДом в жилом комплексе. Там, получается, была новостройка. Да. Ну, хвалят люди, говорят, ну как вы можете с этим сопротивляться. Меня и вовсе обвиняют в том, что я, короче, заказной казачок. Я пиарю вторичку. Почему это выгодно, я не знаю, никто объяснить не может. Кто может быть заказчиком вот этих старых домов. Но, тем не менее, ты, Машков, у нас хвалишь вторичку. А новые дома – это новые дома. Что понравилось в новом доме? Что не понравилось? Какие вообще в целом ассоциации после трех с половиной лет жизни в новостройке? Далеко от нужных мне мест назначения, скажем так. Первое и важный фактор. Далеко мужу до работы, далеко мне до своих дел. Это первое. Потом все-таки микрорайон, когда мы туда заехали, он был… Вот просто дома сдали и все. То есть не было никаких ни торговых центров, ни магазинов. Вообще ничего. То есть если как раз родился старший сын, ну, нужны были детские игры. Ой, детские вещи, детские, да, игры. То есть даже не было ни детского… Ну, вообще ничего. То есть какие-то частные лавки открывались. Там, ты придешь, купишь что-то, думаешь, пойдем на следующий день туда. Приходишь, а уже там другой магазин. Это первое. А второе, опять же, слышимость жуткая. То есть я слышала, как соседи ругались и чихали. То есть до такого доходило. Я вначале… Человек, который всю жизнь прожил в этом доме, где слышимость нулевая. Я просыпалась от этого. Я не понимала вообще, что происходит. Потому что желаешь, будь здоров. И могли ответить запросто. Или соседка, например, она прыгала на скакалке. И мы не могли вначале понять, потому что монотонная такая вот… Думаю, что же это такое. Потом выяснили. Потому что я человек общительный, я начинаю со всеми дружить. Я выяснила у нее, там на скакалке скакала. Боже мой. Кстати говоря, новый дом. Но через, наверное, месяца полтора полезли… Как ты думаешь, кто полезли? Тараканы. Нет. Блин. Муравьи. Муравьи красные, маленькие муравьи. Вначале я человек, который… Как сказать? Ну ладно, хорошо, тараканы. То есть, ну это понятно. Ну клопы там ладно. Но муравьи… Я вначале думала, что, может быть, они по ошибке заползли. Потом это оказалось… Ух ты, квартиру вызвали, да? Да. Потом оказалось, это проблема вообще всего подъезда. То есть, это не у нас у одних. Притом, если что-то забудешь сладкое на столе. Тропинка такая. Оп, они уже протоптали. Мы их отравили. Оказывается, нам потом управляющая компания на тот момент, которая менялась там чуть ли не каждую неделю, сказали, что это нормальная проблема. Видимо, кто-то в стояке, там где-то в вентиляции сдох. И вот они ползут. Я думаю, боже мой. Это вот просто… Да. Потом узкие дворы. Тоже новый микрорайон. Узкие дворы. То есть, даже уже, чем вот здесь. То есть, у нас были часто аварии во дворах, когда машины сталкивались друг с другом. И, конечно же, очереди на автобус. Классика. Очереди на автобус, очереди на машинах, чтобы выехать из микрорайона. Метро рядом не было. И когда мы туда заезжали, говорили, что откроют. Вот так в итоге не открыли. То есть, самое ближайшее – это Солариево метро на данный момент. И то до него ехать все равно по пробкам. И, опять же, на тот момент отсутствие вообще инфраструктуры для детей. То есть, площадки, да, но, опять же, они какие-то были ломанные, переломанные. То есть, мне было неудобно, некомфортно. На данный момент, вот на сегодняшний день, там сделали шикарный парк. Шикарнейший парк. Но, опять же, и на тот момент, когда ребенок родился, его тоже не было. То есть, это была заброшка. Короче, смысл весь ключевой сейчас сводится к тому, что многие новостроители, подчеркиваю, не все, но многие, поначалу это необжитые районы. И вот пока там доделают тот же самый парк, достроят те же самые школы, детские сады, где-то поликлиники и прочее, 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 прочее. Пройдет лет 5-10, и это уже тоже превратится в некое подобие вторички. Да. Кстати, маленькая ремарка по поводу поликлиник и детских садов. Поскольку микрорайон новый, при этом при всем он находится в таком месте, то есть, как бы микрорайон микрорайоном, но при этом при всем там есть проездная дорога, и дальше начинается жилой сектор из маленьких домов. То есть, у нас построили на тот момент школу, и там было три смены. Три смены. Дети учились в три смены. То есть, получается, дети из микрорайона и еще ближайших домов частного сектора. И недоступность поликлиники. Я на руках, у меня маленький ребенок, мне нужна поликлиника, и мы не могли понять, куда мы там можем прикрепиться. То есть, там есть старый город московский, но туда мы не могли почему-то прикрепиться. Опять же, это было 11 лет назад, сейчас все гораздо проще, но тем не менее. И мне пришлось прикрепляться по месту прописки. И если мне нужна была поликлиника, мы вставали в 5.40, ехали сюда, и по врачам муж нас забирал, и мы ехали обратно домой. Ну, дом ваш граничит вот с такими новостройками. Это высотка наверняка какой-нибудь бизнес-класса. Да, 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 да. Это ЖК на Мосфильмовской. В принципе, он никаких проблем не создает, кроме того, что рядом с ним банк, который занимает парковочные места. И вот там еще есть стройка, тоже бизнес-класс будет какой-то, но опять же, я говорю, мы на него внимания не обращаем. Нет, ну вот глядя на них, знаете, там некоторая высоточка, все новенькое, новый лифт, еще что-то. Нет желания-то туда? Нет, абсолютно. Во-первых, я знаю историю этого дома, поэтому никакого желания переехать в этот дом нет. Ну, может быть, посетить какую-нибудь из квартир, просто посмотреть вид. Все, не больше, абсолютно. Ну, это нас, если пригласят, в одно из воскресенья увидите. Расскажите мне, пожалуйста, следующую историю. Вот ваш дедушка, правильно, получается, работал на Мосфильме. А чем он занимался? Он художник-постановщик. Какие-то есть картины, в которых он принимал участие? Ну, может быть... Конечно, Руслана Людмила, Бек, очень много, он и с Пырьевым работал. А как фамилия, имя, отчество дедушки? Серган Федвень Иванович. Вот, он закончил в ГИК, потом началась война, он пришел с войны, доучился, и вот работал до последнего на киностудии. Покажи фишку своей кухни. Что тут у тебя? Видали? Оп. Берем чашечку, нажимаем, да, на кнопочку? Да, на кнопочку. И все это делается вот так вот. Это сверхудобно, сверх, я не знаю, эргономично. Ну, я прям... Мне очень этот ящичек нравится. Единственное, к нему нужно было вывод делать электрический, потому что там на электроприводе. Ну, в любом случае, вы же ремонт делали с самого начала. Да, 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 конечно. То есть мы знали, что здесь будет вот этот вот ящик, и там, конечно, мы вывод делали обязательно. Слушай, во сколько вы просыпаетесь? Во сколько у вас вообще день начинается? Если в будни, то, как правило, 6.40. То есть в 6.40 начинается подъем, первый встаешь ты. Нет, муж. А кто? Муж. Да, я чуть-чуть попозже, я в 7 стою, потому что у нас дети... Ну, он ему раньше просто на работу ездит. Поскольку мы уже, как сказать, у нас уже тайминги выработаны, то есть он идет в ванну, садится завтракать, я поднимаю детей, они в ванну, он встает, с завтрака одевается, они здесь уже сидят. То есть получается, что... Зайчики ждут. Да, взаимозменяются. Но только по будням. Потому что для меня очень важно, чтобы мы все садились за один стол хотя бы на один прием пищи. Ну, а вечером ужинать же вы приемли? Ну, бывает, что они, например, скажут, мы есть хотим, а я не хочу. Но я могу с ними сидеть. Вот меня муж приучил к тому, что все равно все рядышком. Мне то же самое приучают. У меня бывает, жена садится с ребенком, я говорю, я не хочу. Она говорит, иди сиди, значит, просто так, чай пей, еще что-то, чтобы мы за столом были. Да, 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 мы тоже так же. Не, ну это круто, знаешь, это и наполняет как-то семью любовью. Конечно. Возвращаетесь вы сюда, принимаете решение, что нужно будет делать ремонт. Ну, сначала вы пожили, так сказать, без ремонта, как было? Не совсем. Свекра уехали, мы сделали косметический ремонт. Пожили, по-моему, семь лет с этим ремонтом. Начала отваливаться плитка, начал скрипеть пол, потому что пол здесь, когда мы заехали, он не менялся с даты постройки дома. Здесь был паркет, но он был скрипучий, и из него начал уже выходить гудрон, потому что прослойка была гудрон. Я в какой-то момент сказала, что все, хватит, надо делать ремонт. И мы вот все поменяли. Сколько времени у вас заняло полностью сделать ремонт в квартире? А где жили на период ремонта? Мы жили, мы снимали квартиру в соседней остановке, на улице Пудовкина. Между прочим, тоже очень интересные дома там, экспериментальные, без балкона. Опять же, тоже вторичка. Мне там жутко не понравилось, потому что там, вот как раз там не хватало. Я теперь знаю, что такое не хватает воздуха в квартире. Когда потолки маленькие? Маленькие там ниже потолки, там узкие коридоры, маленькие комнаты. У меня бедных детей надо было поселить в маленькую комнату, они спали друг у друга на головах. И, конечно же, опять же, я играла в матрешку, ну потому что очень тяжело трешку запихнуть в двушку. Понятное дело, что это было на время ремонта, мы жили на коробках, но даже детям, ну вот я говорю, просто они делали какие-то свои дела за столом по очереди. И из-за этого вообще дрались жутко. Сколько денег ушло на весь ремонт по тем меркам, потому что потом ковид начался, доллар изменился. Сейчас эти цены уже будут другие, но хотя бы на тот момент сколько вы потратили? На тот момент мы потратили около 5,5 миллионов. Вот, вот, ребята, 5,5 миллионов рублей, но подчеркиваю, это вы заходите, у вас все новое. Да. Холодильник новый, плита новая. Минусы. При создании абсолютно любого сюжета для меня объективность всегда на первом месте. И когда мне люди пишут письма, где причисляют одни только минусы, мол, приезжайте к нам, у нас все плохо. Я всегда хочу спросить, а если все плохо, ну так продайте и уезжайте. Мне нужно объективно, плюсы и минусы. Но вот здесь интересный момент. Я задаю Жене вопрос, говорю, ну расскажи, на что ты можешь здесь пожаловаться? Вот послушайте, на что люди жалуются на вторичке. С точки зрения минусов, вот вообще на что можете пожаловаться? Ну вот понятно дело, что вам нравится, но в любом случае не бывает такого, что ну все идеально. Вот к чему бы вы, я не знаю, там придрались бы, на что может быть жалуются ваши соседи, там не знаю, муж, дети, ну в частности старшему уже там 11 лет ребенку? Ой, опять же, наверное, все-таки организация какого-то детского досуга в плане того, что вот есть площадка и все. А так, опять же, парковочные места, ну зимой дворы плохо чистят, это да, это проблема, не заехать, не уехать, снегопада мы боимся очень сильно. Вот, и конечно, в будние дни какой-то невероятный поток машин. Вот Пырьево, просто иногда бывают пробки, даже не иногда, а каждый день, утром и вечером это стабильно. Вот, и единственное, что, ну наверное, я, наверное, избалованное, нету ближлежащих каких-то достаточно больших супермаркетов. То есть, рядом пятерка есть, да, но если куда-то надо поехать глобально, то это надо выезжать на машине достаточно далеко. Ну а вы неужели по сей день ездите в магазин закупаться? То есть, у вас нет такой практики? У меня муж это любит. Ага, по магазинчику. Он да, он любит, и для него это прям целая традиция. А вы? Я к этому отношусь тоже с большим удовольствием, потому что мы не так часто это делаем, но делаем, берем сумки, выезжаем, да, это и есть вот такое дело. Он это любит. Парковки? Проблема. Большая? Проблема, я бы сказала, да, потому что у нас находится ряд организаций, у которых, в принципе, и своя территория, они могли себе позволить. открыть парковки, но они почему-то этого не делают, тем более, вот здесь открыли банк очередной, и посетители, сотрудники, когда им не хватает места, они, конечно, все паркуются у нас во дворе. То есть, раньше, наверное, лет пять назад можно было спокойно приехать во двор в любое время, и было всегда место. Сейчас приходится по несколько раз, по три, по четыре круга крутить, потому что, а вечером вообще из двора лучше не выезжать, потому что потом не припаркуешься. Это да, это большое. И даже крытых паркингов, где, например, мы бы сняли бы, да, место, тоже такого нету, все равно далеко идти. Как пришла вообще в голову мысль купить себе двухкомнатную квартиру по соседству? Вот объясню. Вот этот старый дом. Вы можете продать трешку, доплатить денег, подчеркиваю, 17 миллионов рублей, у вас получилась бы хорошенькая, кругленькая сумма, а дальше уже, как говорится, гуляй, выбирай. Бизнес-класс в новом доме раз. Покупка загородного дома для семьи, все, пожалуйста. Найти направление для себя. У тебя машина есть, у мужа машина есть, детей там в школу возить. Почему вы принимаете решение купить себе двухкомнатную квартиру по соседству? Опять же, район, потому что мы рассматривали разные варианты. Да, может быть, переехать за город и что-то еще, но ребенок уходит в пятый класс. Это для меня важный фактор. Я не хотела, чтобы он менял школу. Школа у нас очень хорошая. Младшая сейчас пошла в первый класс, туда же, к нашим учителям. Это важно, очень важно. Я по себе просто знаю. Как не крути с этой квартирой, это все равно квартира рядом. Такой же, такой же метраж потолков, такие же стены, такие же окна. Все абсолютно. Не надо никуда переезжать. Красота, то есть я могу контролировать ремонт, не выходя из дома, грубо говоря. Но при этом давай затронем все-таки эту тему, потому что покупка квартиры не прошла вот так вот. Вот вы очень часто пишете, что на вторичке это там алкаши, какие-то маргиналы. И так совпало, что соседи ваши были людьми, которые выпивали. Да, да. Длинную историю сделать короткой жили два человека. Да. Один человек умирает, остается второй собственник. Собственник. Который принимает решение, что все, квартира, он продает для того, чтобы выручить больше денег, купить себе квартиру в другом месте поменьше, попроще, еще деньги останутся. Верно рассказать? Да, 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 все верно. Но при этом по соседству вот эта женщина, которая осталась там, тебя частенько просила в магазин сходить, сами знаете зачем. Вроде бы отношения хорошие, но вам она наотрез отказалась продавать квартиру. Почему? Это загадка для нас, для всех. Мы не можем до сих пор этого понять. Это был долгий путь. Я никогда не думала, что при том, что мы с ней приятельствовали, я ей в свое время предложила. Я говорю, вот если будет возможность, если вы когда-нибудь об этом задумывали, то есть это не было такого уходить и уезжать из этой квартиры, нам она нужна. Нет. Если у вас будет желание, то мы первые будем на очереди. Мы договорились, то есть мне, грубо говоря, мы пожали руки, она сказала хорошо. То есть уточку ты это давно еще закидывала, что если вдруг как бы... Да, конечно, потому что семья растет, вещей много и вообще, ну вот, хорошо сказала она, ну отлично. Настал тот момент икс, когда я понимаю, что квартира должна продаваться. Но так получилось, что я... На меня вышла ее дочка. То есть не она сама мне предложила, не хозяйка, а ее дочка. Она спросила, в силе у нас все, я сказала, да, все в силе. Вот. Мы поделились мнениями, за какую бы цену мы эту квартиру взяли. Она сказала, хорошо. И все, и на этом дело закончилось. И просто в какой-то момент я залезла на сайт, который нам всем известен, наверное, и случайно увидела эту квартиру. И просто это решилось за один день. Мы успели схватить, выложить, но опять же, я говорю, на сделку мы выходили, то что она не знала, что это мы. Вот. Я не знаю, что там случилось, не знаю, почему вдруг у нее что-то замкнуло. Ее всем риэлторским агентствам уговаривали продать нам эту квартиру, но слава богу, там у нее последующая сделка шла, поэтому вот это нас, наверное, спасло. Вы покупаете квартиру за наличку? Да. Вот давай как-то тему эту затронем, чтобы сразу убрать лишние комментарии. Эту квартиру, как ты рассказала, вам дарят родители мужа. Да. Пожалуйста. Ну вот вы трудитесь, работаете, ну, со скорейки, с 20-22 лет. Раньше, муж мне раньше. Раньше, да? Вот вы работали, я напомню, ребятам по 38 лет, то есть вы там по 20 лет работаете, и вы вот эти деньги копите, копите, копите. А на что вообще копили? Мы все-таки, наверное, думали, что может быть нам придется расширяться, но может быть что-то все равно, что-то вложение денег. И вот получилось, что пришел тот момент, когда наше накопление именно получилось, что мы накопили на то, что мы хотели, грубо говоря. То есть совпало у вас все? Совпало, да. Ну, потому что у меня многие знакомые, кто переехал за город. Может быть, за город переехать, может быть, еще что-то. Ну, мысли были разные, просто была какая-то цель, но она была, тем не менее. Вот, но так получилось, слава богу, что вот наши накопления ушли на соседскую квартиру. Слушай, Женя, а не было мысли вообще действительно дом купить, дачу, знаешь, ну ладно, 5 дней дети ходят в школу, 5 дней учатся. Да. Два дня там на дачу, как это делают все москвичи, что в пятницу вы как порядочные москвичи встаете в пробку, 2 часа выезжаете из города, порядочные москвичи. Отдыхаете, потом в воскресенье 2 часа, то и 3 заезжаете обратно. У нас есть дача. А, ну дача есть. Есть дача, да. Осталась от бабушки с дедушкой. Вот. Наша любимая дача. Ну, 3 часа мы в пробке не стоим, слава богу, это находится немного за Домодедово. М4 едет всегда, это очень удобно. Ну вот, я туда на лето уезжаю, поскольку я преподаю у меня каникулы, я уезжаю с детьми туда на лето, и вообще красота. Но, по поводу покупки дома, как сказала моя свекровь, может быть, когда-нибудь мы к этой мысли придем. Может быть, я не спорю. Но опять же, когда дети вырастут. То есть, я себя представляла в разных моментах, да, жить за городом. Но опять же, мы пожили за городом, мотаться в город, ездить, я пока себе это не представляю, тем более, я говорю, у меня работа в центре, я не смогу, мне это вообще... Ну да, оттуда не... И у мужа тем более, я говорю, у нас вообще вот работа рядом. Вот опять же, смотрите, да, ребят, важно работа. Вот мужу сегодня до работы 10 минут. Да, на машине. 10 минут. И то он едет не спеша по экотропе, как он ее называет. Вот, вот, это по факту, он летом вообще на самокате можно на работу ездить. Да, я когда мне... Я понимаю, что у меня дети, например, в школах, когда тепло, я беру самокат, я еду к нему через территорию МГУ, шикарно, я доезжаю, за 20 минут я засекала на электросамокате. Короче, не жизнь, а сказка, я дико рад, что у вас смотрели. Квартира есть, дачка есть, родители живут, в доме получают удовольствие, все живы, целы, здоровы, и это самое главное. Второй день монтажа. Хотел я уместить ролик в один час, но это нужно человека подрезать, а так он высказался, и я себе еще хочу 10 минут, чтобы досказать, рассказать. Значит, касательно коммуналки, за эту трехкомнатную квартиру они платят под ключ порядка 9500 рублей. С учетом двушки, если они будут две квартиры использовать, ну, будет там 1015-17. За 145 квадратов, я думаю, это вполне адекватная цена. Ребята, давайте посмотрим вообще, почем квартиры в округе. Вылетаем на доске объявлений, находим, в первую очередь, их дом. И что мы видим? Двухкомнатная квартира, площадью 60 квадратных метров, на втором этаже, по цене, 24 миллиона 700 тысяч рублей. Как вам? И квартирка, я вам скажу, тоже, можно сказать, убитая. Старый этот паркет, ну, видно, да, то, что это все убирать, надо заново делать ремонт, соответственно, вдумайтесь, 24 миллиона 700 тысяч рублей. Еще второй этаж. Второй этаж, в данном доме, это, конечно, большой минус. Близко к дороге, к парковке, окошко открыло, тебе будут все равно какие-то газы, выхлопы, пыль попадать. Ну, по карте вы видите, да, что есть квартиры и по 12 миллионов, и по 13 миллионов. Это будут квартиры площадью 45 квадратных метров в панельных домах. В общем, посмотреть есть что. Но рядышком с ними есть первый бизнес-класс, который так и называется обыкновенное чудо. Заходим на него, и что мы видим? Я вам даже хочу показать не только квартиру, но и описание. 92 квадратных метра, 63 миллиона 900 тысяч рублей. Вот такая квартира. То есть, по первым кадрам выглядит элегантно. Возможно, даже можно сказать слово круто, дорого, богато. Но мне интересно посмотреть, как выглядит двор. По фотографиям я вам сейчас покажу. Здесь квартира большая, видно, что сделано прямо так для царей. Жирный плюс, что двор закрыт. Ты вышел, тишина, спокойствие. То есть, в сравнении даже с тем, что было сейчас и что есть через дорогу, но опять же, цена совсем другая. Давайте я вам зачитаю описание этой квартиры. Идеально для людей, обладающих художественным вкусом. Для тех, для кого Испания, Италия, Португалия в названиях отделочных материалов и мебели не пустой звук. Вы покупаете не просто квартиру, вы покупаете стиль жизни. В квартире никто никогда не жил. Ночевали три раза. Две гардеробные, просторная гостиная, спальня с эркером и кухней, с исполинскими исполинских размеров лоджией будут радовать новых счастливых обладателей. Эта земля, эта локация наполнена воспоминаниями о людях, творивших на Мосфильме. Интеллигентное сложившееся соседское сообщество. Оперативные показы 8 дыры. Вот так вот. Хотел я в рамках сюжета показать вам бизнес-классы в районе, потому что данный район считается действительно богатым, дорогим, востребованным. Потом подумал, а что вам показывают? Там квартиры есть по 400 миллионов рублей, по 500, по 700, по миллиарду рублей можно найти. И таких квартир полно. Кому интересно вот так любопытно зайти в гости, посмотреть, ну как минимум вы через доски объявлений сами можете зайти, посмотреть. Вся эта информация находится в открытом доступе. От себя лишь хочу напомнить с точки зрения приземления. Если вдруг кто-то из вас хочет переехать в Москву и Московскую область, рассматривает вариант покупки себе квартиры, или наоборот хочет продать и уехать куда-нибудь в регион, и вам нужна помощь профессионалов, которые помогут вам провести всю сделку, проверить, чтобы вас нигде не обманули, чтобы все документы были чистые, чтобы после сделки через полгодика вам не сказали, а квартирка-то не твоя, верни, обращайтесь. На экране вы видите мой телефон, пишите. Я вам выделю реально специалиста по недвижимости, который поможет вам провести все эти этапы, работает по договору, в открытую, в общем, все как положено. Надо? Обращайтесь. Не надо? Не обращайтесь. Да и собственно сказать-то больше нечего. Я думаю ролик получился действительно интересным, любопытным и смотрибельным. Вот теперь самое время вам высказать ваше мнение в комментарии, пишите их развернуто. Я прошу всех тех, кого немножко это взбесило, вся эта история с квартирами, быть более сдержанными, ведь жизнь коротка и злиться на что-либо кому-то завидовать не стоит. Занимайтесь своей жизнью, у вас есть точно так же свои дети, в которых надо вкладываться. Но в любом случае всех вас приглашаю в комментарии. Подписывайтесь на канал, если вы этого еще не сделали, ставьте лайк этому видеоролику, делитесь им с друзьями, подписывайтесь на телеграм-канала. До новых встреч, всем пока, пока.